МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работать эффективно таково было рано мая расширенного совещания под руководством главы района Джамбулат Салаова с ответственными заместителями и руководителем структурных подразделений. На совещании в широком спектре обсудили ситуацию с налоговыми и неналоговыми платежами, а также ход реализации мероприятий по актуализации земельных участков. Об этом Мухтар Гаджимурзаев. Одним из приоритетных направлений АПК района является увеличение производства сельхозпродукции как озимокультур, так и яровых. Важная задача аграриев района не только сохранить набранный темп развития, но и содействовать дальнейшему росту продукции растеневодства. Уборка урожая является окончательным этапом сельскохозяйственного года при выращивании яровых культур. В районе полным ходом идет уборка льна. Ильмад Саипов побывал в хозяйствах района. 1 августа в актовом зале Кадыратарской СОЖ состоял совещание с руководителем общеобразовательных учреждений. Вел его начальник управления образования администрации муниципального образования Советовский район Крымсултан Кабардеев. В работе с совещанием приняли участие работники Централизованной бухгалтерии управления образования. И было оно посвящено обсуждению актуальных вопросов. Об этом читайте на второй полосе. В последние годы прирост населения в районе увеличивается. Это не может не радовать как родителей, родившегося ребенка, так и жителей села и района. Выравнивание демографической ситуации, естественно, сопровождается предоставлением социальных услуг семье. В рамках реализации указа президента Республики Дагестан от 31 мая 2017 года была выплачена единовременная денежная выплата при рождении 11-го ребенка в размере 300 тысяч рублей семье Курбанов и села Новый Кастек. Об этом на второй полосе. На днях в мини-банкетном зале «Эдем» прошла благотворительная акция «Соберись сирот школы», организованная региональным благотворительным фондом «Инсан». На мероприятие пришло более 50 детей из малоимущих семей Хасавюрта и Хасавюртовского района. Проходило оно за празднично накрытыми столами. Об этом на третьей полосе. В дополнительном приложении дайджест российской прессы, как всегда, море полезной и интересной информации из мира науки, политики, медицины, а также сканворд и объявления. Газеты «Вести» – газеты для всех и обо всем. В эти дни НИСО отмечает свой 29-й день рождения. Любимые издания поздравляют постоянно читатели. А на четвертой полосе в материале Ильмудина Саипова рассказывается о завершении ремонтных работ в СОЖ, селении Петраковской и Могилевской. Еженедельники «Юлдаш», выходящие на кумыкском языке, на второй полосе опубликованы поздравления заведующему кафедрой ДГУ, доктору филологических наук, выходцу из селения Дерей, Гарон Рашиду Гусейнову, с присвоением звания «Заслуженный деятель наук Республики Дагестан». На пятой полосе актуальное интервью Гибек Канагбиева с начальником лесхоза Хасавертовского района Марата Махаева. Он рассказал о работе организации по выявлению незаконной вырубки лесов, посадке деревьев и т.д. Читайте материал под названием «Лес нашей зеленой богатства». На тринадцатой полосе материал о прошедшей встрече работнику СЗН с главным специалистом по делам несовершеннолетних в муниципальном образовании Хасавертовский район Саидой Кабардиевой, в ходе которой были обсуждены актуальные проблемы воспитания подрастающих поколений. Читайте свежую прессу и будьте в курсе всех событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова